Добрый вечер! Ван Гимун приветствовал договоренность, достигнутую в Женеве между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри по сирийскому химоружию. Министр иностранных дел Китая Ван И приветствовал российско-американскую договоренность по сирийскому химическому оружию. В Пекине на встрече с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом Ван И заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном способствует мирному урегулированию кризиса в Сирии. В свою очередь Фабиус отметил, что договоренность является важным шагом на пути разрешения сирийского конфликта. Российско-американскую договоренность приветствовал генеральный секретарь блока НАТО Андрос Фокрасмусин. Он выразил надежду на то, что договоренность придаст импульс политическим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования сирийского кризиса. Заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам арабских и африканских стран Хосейн Амир Абделлахиян приветствовал достигнутую в Женеве договоренность по сирийскому химическому оружию, указав на то, что у США уже нет повода для развязывания агрессии против Сирии. В Дамаске террористы обстреляли из миномета районы Аль-Хиджаз и Аль-Марджа, а также площадь Жоржа-Хури. Два человека получили ранения, нанесен незначительный материальный ущерб. В провинции Дамаск, в окрестностях селения Маалюля, военнослужащие уничтожили несколько боевиков из Джабхата-Ан-Нусры и разгромили их оружие и боеприпасы. В районах Аз-Забадане, Ебрут, Дума и Аддиабия боевики понесли большие потери под ударами армейских подразделений. В провинции Хомс армейские подразделения восстановили безопасность в селениях Мшерфи, Масаада, Мсеид, Хатаб и Умхариатен, зачистив их от террористов. В селении Тельбиса, а также в населенных пунктах Арастан, Аль-Гажар, Кисин, Ценнин, Аддар-Аль-Кабира, Аль-Хуля и Аль-Ханту военнослужащими были разгромлены базы террористов. В селении Хосн были уничтожены десятки террористов-наемников, в частности из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. В окрестностях селения Джабурин армейское подразделение пресекло попытку совершения группой боевиков нападения на армейский блокпост. Большинство нападавших было уничтожено, разгромлена зенитная установка. В городе Хомс, в кварталах Бабхуд, Аль-Кусур и Джураташ-Шиях разгромлены базы террористов. Сегодня на автостраде Идлиб-Аль-Мастума террористы привели в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе. В результате теракта погиб журналист Фахреддин Хасан, выпускник Дамасского университета, сотрудник газеты «Аль-Масира». Еще девять пассажиров получили ранения. В городе Дей-Ризор, в квартале Аль-Хамидия, армейское подразделение разгромило штаб командования террористической группировки Джабхата Нусра. Большое число боевиков было уничтожено. Вблизи центрального парка армейским подразделением было ликвидировано большое количество наемников, среди убитых – головарь одной из вооруженных группировок. В провинции Дей-Ризор, в селении Хатля и Эмрат, ликвидированы скопления террористов. Председатель Народного совета Мухаммед Джихад Аль-Ляхам принял делегацию представителей политических партий и профсоюзов Йемена. На встрече Аль-Ляхам подтвердил сплоченное сирийского народа, армии и руководство и их решимость противостоять заговору и сохранить сирийское государство, которое является символом мирного сосуществования представителей всех слоев общества. Он указал на то, что некоторые соседние государства сыграли подрывную роль в разжигании и продолжении сирийского конфликта. В ходе беседы члены Йеменской делегации подтвердили солидарность с Сирией в ее противостоянии иностранному заговору, в котором также участвуют некоторые арабские страны. Они подчеркнули, что Сирия является последним оплотом противостояния колониальным планам в арабском регионе. Еминскую делегацию принял заместитель генерального секретаря партии арабского социалистического возрождения Абдала Аляхмар. На встрече он подтвердил, что урегулирование кризиса в Сирии возможно только усилиями самих сирийцев вдали от какого бы то ни было внешнего вмешательства. Аляхмар отметил, что Сирия одобрила все предложения, имеющие целью достижения политического урегулирования кризиса посредством проведения всеобъемлющего общенационального диалога. Таковы главные события этого дня. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok